Продвинутый курс химии, профильная экономика, технологии нефтегазодобычи. Расписание уроков у десятиклассника Дмитрия Ли необычное. Юноша учится в «Газпром-классе» и мечтает о карьере в госкорпорации. Совместный проект «Газпрома» и «Лицея-1» ежегодно отправляет шестерых ребят на учебу в Российский университет нефтегаза. Там получают очень хорошее знание, так как это ведущий университет России. И моя цель на будущее – попасть в эту шестерку лидеров и попасть в Губкино. Ну а в последующем «Газпром» он предоставляет нам работу. Вместе с одноклассниками Дмитрий приехал на экскурсию по газораспределяющей станции. Познакомиться с будущей профессией поближе помогла акция «Неделя без турникетов». Пятый год масштабный профориентационный проект действует по всей России. На Сахалине подобные экскурсии уже приняли Невельский рыбоперерабатывающий завод и другие крупные организации. Предприятия действительно заинтересованы в том, чтобы мы приезжали, посещали их предприятия, так как действительно есть некий дефицит в кадрах. И они с удовольствием нас приглашают, чтобы в дальнейшем восполнить данный дефицит. Что такое ГРС, что происходит с газом перед отправкой потребителям – об этом ученики «Газпром» класса имели лишь общее представление. На экскурсии они своими глазами увидели оборудование и наблюдали технологический процесс. Газ проходит несколько стадий обработок. Это очистка, это подогрев, это редуцирование, то есть уменьшение давления газа. По лабиринтам труб школьников водит инженер Денис Данилочкин. Не так давно молодой человек был целевым студентом. «Газпром» оплатил его обучение в УЗИ и принял на работу. «Газпром» здесь собирается все равно расширяться. Например, будут строиться еще газораспределительные станции. Конечно, Сахалину необходимы молодые специалисты. И, конечно же, желательно, чтобы они были местными. Потому что, как говорится, там, где ты вырос, ты за это и радеешься. После университета выпускникам открыт путь на любую из шести промышленных площадок области. Они могут работать на проектах «Сахалин-2», «Сахалин-3» или уехать на материк, строить силу Сибири. Филиалы компании «Газпром» «Трансгаз Томск» расположены в 14 регионах страны. Дмитрий Лий на материк не собирается. Говорит, после университета он, как и Денис, вернется на Сахалин, чтобы приносить пользу родному острову. Кирилл Тихонов, Евгений Бушинский, Алексей Сим, Солнце ТВ.